Влюбись в этот мир, даже если за окном серый и холодный февраль. Увидеть мир глазами художника Владимира Григоряна могут посетители выставочного зала на Красноармейском проспекте. Там открылась выставка его живописи. Как полюбить то, что окружает нас каждый день? Об этом поговорим с ним прямо сейчас. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Начнем как раз с февраля. Ну, за окном серость. Ваши картины сочные, яркие. Через какие очки вы смотрите на этот мир? Я смотрю, другую картинку вижу. Ну, нужно вообще на мир смотреть позитивно, потому что его изначальное мироздание, оно как бы позитивно. Она же как бы на жизнь ориентирована, весь мир, да? То есть он создает, создает, планета наша создает, генерирует. Ну, что-то и уничтожает, чтобы создать снова, да? Поэтому именно влюбись в мир из-за этого. Потому что нужно оценивать и плохие стороны, потому что без них не будет хорошего. Мы не будем в серости, в одинаковости, да? И вся живопись, она как бы... Поэтому у меня построено где-то цветнее, где-то спокойнее, где-то тональнее и так далее. Я пытаюсь просто передать то, что уже есть, но как бы своим видением. Вот, то, что кажется за окном серым, мне так не кажется. Это кажется остальным. Я хочу показать, что оно не серое, а зависит от восприятия каждого человека. Я хочу ваше восприятие. А что же вы видите, когда всё красочно? И ходите на выставку, чтобы увидеть это всё. Что вас вдохновляет летом тогда, когда и так всё ярко и красочно? Мне вот интересно. Бывает и серо. То есть, как бы, понимаете, вдохновляет именно сюжет. То есть, то, что трогает. Да, оно трогает не только меня. Меня вдохновляет то, что трогает людям. То есть, если есть какие-то задачи у людей, вопросы, да? Там, социальные или просто интересующие проблемы. Или просто вещь, просто обыкновенная вещь, предмет любой, табуретка. Красивая. Вот она красивая, понимаете? Если не научиться этому, то можно зацикливаться на глобальных вещах, и даже на мелких, и думать, что у тебя есть проблемы. Порой ни у кого нет проблем, а все так думают. Поэтому приходите на выставку, чтобы понять, что порой ваши проблемы – это вообще не проблемы. Особенно в глобальном смысле. У вас есть пейзажи кавказских городков, прекрасных, залитых солнцем. У вас есть спортивные зарисовки, есть натюрморты. Ну, еще и русских очень много. У меня больше российских пейзажей, чем кавказские. Ну, это мы как просто экзотику увидели и порадовались. Зациклились. Ну, почему зациклились? Порадовались разнообразию, которую мы не видим за окном. Что вас особенно вдохновляет? И вот такой набор абсолютно разных вещей, он с чем связан? Так вот мир-то разнообразен. Поэтому я даже пишу все сюжеты по-разному. Я считаю, что вообще правильный художник – это тот художник, который каждый раз пытается иначе посмотреть, переосмыслить вещь и предмет. И каждый раз увидеть по-разному. Если художник начинает повторять из картины в картину, ну, он превратился в производителя. Понимаете? И такого, к сожалению, в последнее время много. Но я стараюсь убегать от себя. Вот я то, что сделал, нужно в следующий раз не сделать это. Потому что я перестану искать, а кто не ищет, тот не находит. Хорошо. В мире действительно много вдохновляющих вещей. Поэтому спрошу, сколько картин представлено на выставке? 80. 80 картин. В общем-то, выставка довольно-таки большая по объему получается. Но 80 – это немало, да? И 80 – они разнообразны сюжетами. Там есть пейзажи, сюжетные картины и так далее. Даже в некоторых пейзажах там заложены композиции и смысл. Там все продумано, каждая деталь, да? Вот. Они несут определенный заряд и энергетику. Вот. Поэтому там, в принципе, большое разнообразие. Я думаю, каждый человек найдет то, что его трогает, откроет какие-то вопросы в нем, он получит ответы какие-то. И снова новые вопросы, над которыми будет работать после этого. Последний короткий вопрос. Вернисаж состоялся накануне. Какие отзывы уже получили? Ой, народ... Я получил положительный заряд. Я вот то, что столько лет тружусь, тружусь, тружусь. Я вот отдал зритель, и зритель это увидел и понял. Вы знаете, спасибо тульскому зрителю, он понял. И он вернул мне эту энергетику, которую я им подарил. То, что они поняли, они переосмыслили. И, в общем, получилась коллаборация хорошая. Мы художники-зрители, мы сработались. Значит, будем надеяться, что тулики вдохновят вас, зарядят на еще новую выставку. Конечно, конечно. Это взаимообмен. Тулики, все зависит от нас. Спасибо. Спасибо большое. Мы двигаемся дальше. Продолжение следует...